Вопреки моим паническим ожиданиям, оперативки не перестают быть веселыми, интересными и даже захватывающими. На мой взгляд, по крайней мере, на этой неделе оперативка эта не была исключением и действительно была интересной. Председательствовали опять двое, Хабиров и Назаров. В общем, это становится привычно. В этот раз у Назарова практически не было никакой роли, он просто сидел за столом. Он даже не задал ни одного вопроса, у него была только одна реплика. О ней мы упомянем позже. Вступления на оперативки также не было. Вместо вступления Хабиров кратко поздравил Борю Мелкоедова с прошедшим днем рождения и перешли к делу. Традиционный первый вопрос в оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах ИЧС в этот раз тоже был нетрадиционно. И вступивший первым Борис Владимирович Беляев, в отличие от своих обычных отговорок о том, что все спокойно, пустился в длинные объяснения о том, как он устанавливает елки. Каким образом елки могут относиться к оперативной обстановке на дорогах ЖКХ и ИЧС остается загадкой. Однако, вольно или невольно, Борис Владимирович выступлением о елках задал тренд всего совещания. В частности, Борис Владимирович нам сообщил, что он установил 1174 живые ели, 128 искусственных елей. Построил 552 ледовых городка, по крайней мере, начал их строить, потому что на 476 площадках, как выразился Борис Владимирович, работы ведутся. А это более половины всех площадок, которые вообще он упомянул. Также он сообщил нам, что поставлены 4 пиксельные ели, в двух городах эти ели только что прибыли, а еще в четырех городах, как он выразился, машины в пути, но прибудут сегодня к 16.00 и сразу начнется монтаж. Вот эти тревожные сводки с полей установки елок сообщал Борис Владимирович. В частности, еще он сообщил, что какой-то итальянский узор установлен в Уфе в четырех местах и в одном месте в Стерлитамаке, где он монтируется. Борис Владимирович посетовал, что строительству ледовых городков отчаянно противодействует природа. Температура воздуха около нуля градусов никак не позволяет завершить работы. И как вывод получается, что к сакральному 10 декабря, которое наступило, собственно, на следующий день после совещания, Борис Владимирович с задачей не справился. Но об этом он умолчал в своем вступительном слове к этой оперативке. Следующим в рамках того же вопроса, естественно, выступал Мухаммедьянов, который с печалью сообщил нам, что справиться с нарастающим трендом в статистике гибели на дорогах республики Башкортостана ему так и не удается. А Гумеров Фарид Рифович сообщил о том, что количество погибших в пожарах составило за прошедшую неделю 7 человек, а в Уфе сгорел тепловоз и 1 человек. Вторым вопросом оперативного совещания был вопрос о реализации работы системы инцидент-менеджмент за 11 месяцев 2019 года. И делала этот доклад, естественно, Прочаковская Елена Анатольевна, начальник управления по социальным коммуникациям главы РБ. Напомню, что это управление вновь создано при Хабирове, создано, очевидно, под Прочаковскую Елену Анатольевну, и, собственно, она отчиталась о результатах своей работы. Прочаковская сообщила нам, что, оказывается, система инцидент-менеджмент, вопреки предыдущим уверениям ее же и господина Мурзагулова, это вовсе не уникальная система, работает она давным-давно и во всех регионах Российской Федерации, а в Башкирии она заработала чуть ли не последней по России. Ну, в общем, общераспространенная история. Прочаковская длинная и довольно бестолково рассказывала о том, как работает эта система, какие отборы вопросов, какой анализ запроса, какой ответ и так далее, и так далее. Бросалась в глаза манера делать доклад у Елены Анатольевны. Это был, конечно, доклад знатной доярки на 19-м съезде КПСС, и эта доярка обращалась непосредственно к великому вождю, потому что в каждой практически фразе Прочаковской сквозила придыхание и преданность любимому лидеру. Она чаще обычного повторяла имя-отчество дорогого руководителя. Я не могу не цитировать Прочаковскую, потому что практически каждая ее фраза – это перл, это некое свидетельство того падения нравов, которые происходят у нас в этой чиновничьей среде. Она, видимо, чудовищным усилием воли сдерживала себя от того, чтобы броситься к Хабирову, целовать ему руки и так далее. Например, Прочаковская в самом начале своего выступления сказала следующее. Если ответы соответствуют тем требованиям, которые вы перед нами ставите, то бишь справедливость, совесть, последовательность, системность, тогда эти ответы уже опубликуют сотрудники на местах. Я что-то не очень понял вообще. Там ответы дают по принципу законности, права, закономерности или еще там каких-то справедливости. А тут какие-то вообще абсолютно библейские принципы взаимодействия с народом декларирует мадам Прочаковская, что просто плакать иногда хочется. Елена Анатольевна перешла к показателям системы, к тому, как она работала в отчетный период. И она сообщила нам, что с 1 января 2019 года ей удалось обработать 77 тысяч инцидентов. Ну, то есть это 77 тысяч обращений граждан. То есть столько ответов в системе получили жители. Показательно, что Прочаковское количество называет суммой, я не знаю, чем это истолковано, то ли монетарным подходом ко всем вопросам своей работы, то ли элементарной безграмотностью. Ну, в общем, так вот оно есть. Еще одна цитата из Прочаковской, которую не привести, наверное, нельзя. Если обещать жителю что-то и не сделать, это хуже, чем не пообещать. То есть обещание есть принцип, основной принцип работы ее системы, да и, в общем-то, наверное, всей системы власти Хабирова, по крайней мере, в ее представлении. Далее мадам Прочаковская зачитала тот рейтинг проблем волнующих жителей, который она вывела из статистики системы инцидент-менеджмент. Она привела 14 основных проблем по мере убывания их важности для граждан, и я их тоже перечислю. Первая – дороги. Второе – благоустройство. Третье – ЖКХ. Четвертый – общественный транспорт. Пятая – экология. Только на шестом месте находится здравоохранение. На седьмом – образование. На восьмом месте – социальное обслуживание и защита. На девятом – строительство архитектуры. На десятом – безопасность. На одиннадцатом – физкультура и спорт. На двенадцатом – торговля. На тринадцатом – экономика и бизнес. И на четырнадцатом – электроснабжение. Вот такой в представлении мадам Прочаковской является рейтинг интересов жителей республики Башкортостан. Складывается ощущение, что ранжир вот этих народных чаяний, он, согласно инцидент-менеджменту, тщательно подгонялся под представление нынешней власти о том, что должно волновать население и над чем должна работать власть. Потому что благоустройство важнее медицине не может быть. Благоустройство важнее образования не может быть для людей. А общественный транспорт важнее социального обслуживания или безопасности тоже быть не может. Но, тем не менее, мадам Прочаковская декларирует нам вот такой набор интересов жителей республики Башкортостан. Ну и понятное дело, что, согласно отчету мадам Прочаковской, экономикой в Башкирии интересуются меньше ста человек. Я вам обещал много цитат из Прочаковской, и действительно их будет много. Вот еще одна. Как лучше бы отвечать в свете того, что вы от нас требуете? Подобная отсылка на то, что отвечать не согласно закону, отвечать не согласно правилам, не согласно положенному для граждан и так далее, а только согласно тому, что вы, дорогой Радий Фаритович, от нас требуете. По-моему, Прочаковская в большей степени виновата в этом легком культе личности, который зародился у нас в Белом доме, чем я. Но, тем не менее. Далее Прочаковская начала долго и туманно рассказывать о том, как инцидент-менеджмент благотворно повлиял вообще на жизнь в республике Башкортостан. Потому что, по ее мнению, при помощи инцидент-менеджмента устраняются свалки, заделываются ямы на дорогах, вкручиваются лампочки, например, где-то выгляну. Но с дорогой на улице Ключевая в селе Ясенгулова явно случился небольшой прокол. Мадам Прочаковская продемонстрировала нам иллюстрацию того, как сработал инцидент-менеджмент. На экране мы видим разделенный пополам экран, и две картинки было-стало. Если внимательно всмотреться в эти картинки, то это похоже на игру «найдите 10 отличий», а вернее «найдите 10 совпадений». На самом деле слева и справа абсолютно разные улицы, с абсолютно разными домами и заборами. Только на одной убитая дорога, а на другой дорога так вроде как ничего. Либо фоточки перепутали, либо вместе с дорогой перестроили полностью дома, заборы и окружающий ландшафт. В общем, конечно, тут мадам Прочаковская завралась слегка. Но далее опять приведу еще одну цитату, которую она попыталась иллюстрировать, вот эту свою неимоверную работу. Мы по шажочку двигаемся к тому, к чему вы нас призываете улучшать качество жизни. Но когда же вы, Елена Анатольевна, уже перестанете двигаться гусиным шагом к этому улучшению и начнете уже просто приближаться к своей основной функции, совершенно непонятно. Включившись в хор певцов Асаны министру здравоохранения Забелину, мадам Прочаковская не применила упомянуть о том, что в системе инцидент-менеджмент стремительно падает количество людей, обращающихся по проблемам здравоохранения. Она, как и некоторые другие пропагандисты команды Хабирова, продолжают настаивать на том, что здравоохранение в Башкортостане процветает и все в нем прекрасно. Ну, оставим это на ее совести и перейдем к следующему рейтингу, который мадам Прочаковская огласила в своем докладе. И это тот самый рейтинг регионов, который составила мадам Прочаковская по результатам работы с системой инцидент-менеджмент. Напомню, что инцидент-менеджмент – это не только команда из 11 человек Елены Анатольевны Прочаковской, это еще люди в каждом районе, в каждом министерстве, в каждом ведомстве, а иногда даже в районах городов. То есть численность людей, вовлеченных в этот достаточно сомнительный процесс, на мой взгляд, приближается примерно к 200 человекам. Так вот, эти 200 человек были отранжированы по республике и в соответствии с этим вывезла мадам Прочаковская этот рейтинг. На первом месте у Прочаковской город Стрельтамак, на втором – Благовещенский район, третье место занял Иглинский район, четвертое – Уфимский район, на пятом месте, внимание, Сибай. То есть Сибай замечательно работает с гражданами, отлично взаимодействует, наладил работу, недовольных нет и так далее. К слову сказать, Уфа на 12 месте, а на последнем месте, хуже всех в рейтинге, мадам Прочаковской – Краснокамский район. Далее Елена Анатольевна опять обратилась к дорогому руководителю, но в этот раз она обратилась с просьбой. Просьба у нее была весьма необычная. Я за это, если вы позволите, Ради Фаридович, поблагодарю всех сотрудников, которые работают непосредственно и в министерствах, и в комитетах, и в районах, и мои коллеги, которые работают здесь долго и много, и в 9, и в 10 еще домой не уходят. Судя по всему, без разрешения любимого руководителя, Елена Анатольевна, конечно, не может никого поблагодарить, попросить прощения или как-то иначе обратиться. Я с опасением думаю о том, как же она справляется с обыкновенными бытовыми обязанностями, как она переходит улицу, не знаю, без разрешения Ради Фаридовича, конечно, который не может постоянно находиться рядом и помогать Елене Анатольевне, но да ладно. Хотелось бы немножко углубиться в те данные, которые нам выдала Прочаковская, и посчитать вот эти числовые, цифровые показатели, которые мы от нее получили. Дело в том, что в ходе своего доклада Елена Анатольевна несколько раз упомянула, как напряженно работал коллектив ее ведомства, как напряженно работали все в министерствах, в ведомствах, в районах. То есть это была работа до 10, до 11 ночи, как она выразилась. Люди без выходных отдавали всех себя этой работе, чтобы ее выполнить настолько хорошо. Но о чем же нам говорят цифры? Цифры, которые дала нам Прочаковская, это, в общем-то, только валовый объем этих обращений. 77 тысяч за 11 месяцев. То есть 7 тысяч обращений в месяц, то есть 230 обращений в день, то есть, простите, 28 обращений в час, если работать всего 8 часов в день. 28 обращений в час на огромный коллектив. В каждом ведомстве человек, в каждом районе человек, в каждом районе города Уфы тоже по человеку, а то и по двум. А еще и штат у Прочаковской 11 человек, а может быть, он уже и возрос. В общей сложности около 200 человек обрабатывали 28 обращений в час. О чем речь? О какой перенагрузке? Так эти люди по 3-4 раза в час покурить могли выходить. И то успевали бы сделать свою работу из трех строчек. Мы работаем над вашим вопросом, ваш вопрос взят на контроль, мы обязательно к нему вернемся и так далее. Все вот эти вот вежливые, веселые обращения. Что-то мадам Прочаковская недоврала, как говорится. Могла бы просто единичку приписать к своим 77 тысячам, все равно бы никто не проверил. В общем, конечно, с цифрами все было очень плохо, но правда на это никто не обратил внимания. Хабиров ответил, вернее резюмировал доклад Прочаковской следующим образом. Спасибо, хорошая работа. Но после этого случился забавный инцидент. На экран оперативного совещания внезапно был выведен слайд, который сообщил нам, что теперь отчитываться о работе инцидент-менеджмента будет Мусин Рустам Маратович, глава того самого злосчастного Краснокамского района, занявшего последнее место в рейтинге мадам Прочаковской. Но, впрочем, этот слайд провисел несколько секунд и быстро был демонтирован оттуда. Третьим вопросом оперативного совещания был вопрос, который докладывала Ленара Хакимовна Иванова и вопрос о занятости инвалидов трудоспособного возраста. Доклад был очень длинным. Практически весь он состоял из теоретической части, которой Ленара Хакимовна объясняла присутствующим, как важно, полезно и необходимо трудоустраивать инвалидов трудоспособного возраста. Я не знаю, зачем на оперативках устраивают вот эти вот такие большие, длинные, скучные ликбезы. Могли бы раздавать там брошюрки какие-то, и каждый министр, не тратя свое драгоценное и дорогостоящее время, мог бы в удобное для него время зачитать эти все для себя бумажки. Но, в общем, тем не менее, Ленара Хакимовна выступила. Все, что полезного я почерпнул из ее доклада, я вам сейчас расскажу. Это, в первую очередь, статистические данные, которые на самом деле пугают. По словам Ивановой, в Башкирии 268 тысяч инвалидов, в числе которых 17 тысяч детей и 74 тысячи инвалидов трудоспособного возраста. Так вот, 268 тысяч инвалидов – это инвалид каждый 15-й житель республики Башкортостан. Честно говоря, вот эта цифра меня просто ошеломила. Каждый 15-й житель любого возраста, от мала до велика – это инвалид. Конечно, честно говоря, я опешил вообще от этой цифры. Далее Ленара Хакимовна перешла к статистике занятости инвалидов и сообщила, что в Башкортостане из трудоспособных инвалидов работают 22,4%, то есть примерно одна четверть в Российской Федерации, чуть больше четверти – 26,6%, и по ПФО это 24,7%. Иванова посетовала на то, что абсолютное большинство инвалидов, даже когда им предлагают работу, отказываются от нее, несознательные, не хотят наносить пользу ни себе, ни родине. Она рассказала о том, с каким трудом они уламывают и уговаривают инвалидов идти на ту работу, которая у них есть. Также она рассказала о квотах предприятий на сотрудников инвалидов и о том, что в ближайшее время будет введено новшество о том, что можно будет фактически откупаться от этой квоты. Если предприятие не набрало квотированного количества сотрудников инвалидов, то оно не лишится льгот, если будет выплачивать деньги в особый фонд. В общем, конечно, вот это новшество не может не насторожить, потому что, пометуя о том, как расходуются у нас бюджетные деньги из любых фондов, мы понимаем, что до инвалидов, конечно, вряд ли они дойдут, а предприятия свои льготы сохранят. Также Иванова рассказала, что она планирует создать 30 центров дневной занятости инвалидов в соответствии с сентябрьским указом Хабирова. Однако в 2020 году ей удастся создать только три таких центра. То есть на исполнение задачи в целом ей понадобится 10 лет, а еще, как говорится, бабушка надвое сказала, просидит ли Хабиров 10 лет в своем кресле. В общем, конечно, тут в целом, если выжимать реальную картину из того, что рассказала нам Иванова, картина складывается такая, что на самом деле она не очень справляется со своими обязанностями, что, собственно, почувствовал Хабиров. И его реакция на доклад Ивановой была достаточно жесткой и неожиданно жесткой. Я вот просто переживаю, что там мне справку дают, что у нас есть резкое недостижение целевых показателей. Вот плохо, что, вот, сейчас ты замачиваешь Андрей Геннадьевич, плохо, что вы за этим вопросом не смотрите, коллеги. Не надо мне этот вопрос ставить в конце декабря. Понимаете, нет? Надо ставить вопрос в середине. Что сейчас делать будем? У вас, коллеги, самолюбия нет, что ли? У меня самолюбие есть. Я не хочу, чтобы меня... Не вы же будете сидеть, значит, против наших коллег с федерального правительства, которые нам помогают, дают нам деньги в огромных количествах. Я буду сидеть, я буду за вас краснеть. Обратите на это внимание, пожалуйста. Не надо мне рассказывать о нестяжении рисков национального проекта в конце декабря. Делаю обоим замечания. Таким образом, Хабиров среагировал, конечно, на вот этот вот доклад Ивановой о том, что у нее, в общем-то, ничего не получается. Отчитал почему-то он и Сидякина, и Тажетдинова, и вовсе никак не упрекнул саму Иванову. Я не понимаю вообще, как так. То есть, непосредственным виновником, конечно, этого всего безобразия является Алинара Хакимовна, а досталась Сидякину и Тажетдинова. Ну, и я бы отметил, что ни Иванова, ни Хабиров не отметили того, что в прошедший период проверки, проведенные в Министерстве труда и социальной защиты в Республике Башкортостан, выявили многолетние и серьезные нарушения, в том числе финансовые нарушения, которые повлекли за собой неэффективное использование бюджетных средств. Почему-то об этом факте никто не говорит. Почему-то это тоже не ставится в вину ни Алинария Хакимовна, ни ныне действующему министру этого министерства. В общем, конечно, как-то странно выглядел этот доклад. И странными были те, кого назначили за него крайними. Четвертым вопросом оперативного совещания был вопрос о результатах государственной кадастровой оценки земельных участков Республики Башкортостан в составе земель, населенных пунктов и земель водного фонда. Длинное название, но доклад был коротким. Гульшат Маратовна Арсланова, та самая бывшая жена Урала Хасанова, ближайшего друга Радия Хабирова, а ныне министр земельных и имущественных отношений РБ, именно она сменила на своем посту господина Полставалова, рассказала о результатах переоценки земель Республики Башкортостан. Гульшат Маратовна долго и неинтересно рассказывала о том, как вообще происходит кадастровая оценка, в какой период она совершается, по каким принципам, кто в чем как участвует. Это был очередной ликбез для, видимо, членов правительства. Я не знаю, зачем вообще это происходит. Может быть, Хабиров подумал и понял, что они достаточно необразованные и некомпетентные люди, чтобы им нужно было потихонечку это знание государственного устройства подавать. Ну, не знаю. В целом, из смысла доклада мадам Арслановой, понятно, что на 16,4% произошло снижение кадастровой стоимости земли в населенных пунктах и в водном фонде Республики Башкортостан. Это довольно существенное снижение, 16,4%. В валовом выражении это, конечно, гигантские суммы в сотни миллиардов рублей. В частности, в Уфе кадастровая стоимость земли снизилась на 23,1%, а это еще больше, чем в среднем по Башкирии. Стоимость уфимских земель снизилась с 728 миллиардов рублей до 560 миллиардов рублей. Разница составила целых 160 миллиардов рублей. То есть это только снижение. Хабиров заволновался, не потеряет ли бюджет Республики существенные средства от снижения кадастровой стоимости. А понятно, что налогообложение для собственников напрямую связано с кадастровой стоимостью. Но с места Лира Закуановна попыталась успокоить Хабирова. Она сообщила, что после снижения кадастровой стоимости потери консолидированного бюджета составили 153 миллиона рублей. Вот тут позвольте усомниться, если даже только уфимская земля подешевела на 160 миллиардов, то хотя бы 1% от 160 миллиардов это уже 160 миллионов. А это только уфимская земля, а еще есть земля всего Башкортостана. В общем, конечно, тут немножко цифры не бились, но это никак никого не взволновало. Доклад мадам Арслановой был принят и отправлена она была на свое место. А так как доклад нового министра земельных и имущественных отношений был неинтересным и скучным, позволю себе упомянуть предыдущего министра земельных и имущественных отношений Олега Полставалова. Все более и более понятным становится то, что с ним произошло и причины его отставки. Я думаю, что где-нибудь после Нового года мы эту историю развернем в полной мере. Это на самом деле детективная история. Там деньги, там высокопоставленные чиновники, там очень интересная драматургия, очень неожиданные фамилии, причем фамилии из администрации Хабирова, а вовсе не из правительства. В общем, Полставалов, конечно, был переведен на вот эту вот далекую периферийную должность вовсе не зря. Очевидно, что он очень сильно подвел Хабирова. И вот эта вот обструкция, которая ее подверг Хабиров, она тоже стоит отдельного обсуждения. Почему Полставалов не повторил судьбы Киреева, и почему он остался, как говорится, под рукой, но в самой, как говорится, филейной части правительства. В общем, конечно, вот это все обязательно мы обсудим. Судьба Олега Полставалова остается в фокусе нашего внимания. Пятым вопросом оперативного совещания был доклад об уплате имущественных налогов в 2019 году. Делал доклад этот, естественно, руководитель управления Федеральной налоговой службы по ОРБ Вахитов Марат Мусаевич. Напомню, что он подвергся достаточно жесткой критике Хабирова в прошлый раз, когда выступал на оперативном совещании. И, видимо, в этот раз Марат Мусаевич попытался сгладить общее впечатление от своего доклада. В прошлый раз он практически напрямую докладывал о том, что ситуация в собираемости налогов и налогообложении в республике ухудшается. Теперь Марат Мусаевич решил немножко запутать следы. Он довольно витиевато поблагодарил руководство республики за то, что предпринимаются огромные усилия к тому, чтобы включить максимально большое количество земельных участков в систему ФИАС, тем самым увеличить налогооблагаемую базу в республике. Он упомянул, что на 60% увеличилось количество этих участков, и теперь налогов должно собираться больше. Однако дальше пошли цифры, данные и выкладки, достаточно противоречащие друг другу. Он сообщил нам, что имущественных налогов в этом году было начислено 5,47 миллиарда рублей, из них уплачено 47%, но накапливаемая задолженность с нарастающим итогом от прошлых лет, к сожалению, увеличилась, и она составляет 53%. Собрано по факту в 2019 году 4,47 миллиарда рублей, что ниже, чем в 2018 году на целых 300 миллионов рублей, но в целом почему-то Марат Мусаевич сообщил, что собираемость налогов выросла на 8%. Как это одно другому может соответствовать, я не знаю. Также господин Вахитов сообщил нам, что совокупная задолженность физических лиц в республике Башкортостан по имущественным налогам составляет почти 2 миллиарда рублей. Хабирову почему-то очень понравился этот факт, и он тут же поручил поискать источники роста вот в этом вот взымании налогов с физических лиц. Но речь идет и в первую очередь о налогах на транспортные средства, на недвижимость, ну и прочие объекты собственности. Далее, после недлинного доклада Вахитова случилась некоторая дискуссия, причем она носила достаточно такой резкий характер. Впервые и в последний раз подал голос Андрей Геннадьевич Назаров на этом совещании. Он задал вопрос Вахитову о том, как быть с неактуальными начислениями налогов на несуществующее имущество. Ну это та самая история, когда там машину уже продал, а налоги все еще начисляют. Ну Вахитов сказал, что случаи эти единичны, что с ними они работают очень оперативно, очень эффективно, граждане вообще счастливы и практически никаких претензий не имеют. И тут внезапно, откуда ни возьмись, опять появляется Сидякин, который в последние недели на каждом совещании ведет себя очень странно. Высказывается, когда его не спрашивают, отвечают за других, иногда позволяет себе вообще самостоятельные высказывания прямо с первой парты. В общем, ведет себя как немножко распоясавшийся отличник, к которому потерял интерес учитель. В общем, Сидякин вдруг задал вопрос, что 33% исков у ФНС находятся у мировых судей. Так мы же можем это решать, сказал Сидякин. Вот тут у меня вопрос. Подождите, что значит мы можем решать? Сидякин заявил о том, что он может влиять на суд? Или я что-то не понял? Ну, в общем, вот такое было заявление. На него Вахитов среагировал так вяло, сказал, ну, мы решаем что-то такое. То есть, понимая, видимо, что не до конца у ФНС может влиять даже на мировых судей, он не стал вступать в дискуссию. Однако Сидякин настаивал. Плохо решаете? Как бы вот он отчетливо хотел показать окружающемуся и самому себе, что он очень даже здесь в теме и очень даже настаивает на каком-то, значит, критическом отношении к докладу Вахитова. Но в целом этот доклад не вызвал у Хабирова какого-то раздражения и, собственно, даже не вызвал комментариев. Докладом Вахитова, собственно, повестка совещания была исчерпана, но само совещание не закончилось. И Хабиров сделал еще много заявлений и объявлений, которые очень важны. Первым делом Хабиров объявил, что со следующего понедельника в помещении, где проводятся вот эти вот заседания правительства, которые мы обсуждаем каждую неделю, с 8 утра будет проводиться особое совещание по мусорной реформе. Объясняя причину этого нововведения, Хабиров сказал, «Мы так долго обсуждали, обсуждали, похоже, пока мы не перейдем к ручному режиму, пока мы не будем анализировать каждый факт невывоза мусора, мы к порядку не придем. И так будет, пока не наведем порядок. Если будет хуже, будете в 6, в 5, в 4 утра собираться, ночами будете сидеть. Эта проблема требует ручного управления». Конец цитаты. Также Хабиров потребовал присутствия на этих совещаниях первых лиц, руководителей региональных операторов по обращению с отходами. То есть, по факту мы наблюдаем зарождение новых тематических часов, и я их буду называть мусорными часами. Я не знаю, будут ли их транслировать в прямом эфире, но очень важно на самом деле вот это заявление по поводу вот этих совещаний, которые будут проходить рано-рано утром. На самом деле, тем самым, Хабиров окончательно признал провал работы по созданию системы вывоза и утилизации ТКО в Башкортостане. Система не появилась. И эту систему заменит ручной режим. Ну, страшно предположить, что будет дальше. Может быть, лично вице-премьеры будут опрокидывать контейнеры с мусором в кузова грузовиков. Возможно, лично они будут махать метлами, сметая мусор в кучи и так далее. Но эта шутка, ну, не шутка является то, что системные подходы подменяются ручным управлением. Не сумев создать систему, которая работает сама, они полагают, и Хабиров полагает, что ее можно заменить несистемным подходом. На самом деле это невозможно. Башкортостан — гигантский регион. Управлять вручную каждым мусоровозом не получится вот по определению. Сколько бы вице-премьеров он не нанял для этой работы, голосовыми командами управлять сложными системами нельзя. Это все равно, что отменить радиосвязь в аэропорту и начать бегать, лично передавать указания каждому пилоту, стучась к нему в кабину. В общем, конечно, это ужасная, на самом деле, иллюстрация того, насколько Хабиров реально не понимает структуры и системы, и правил управления регионом, республикой Башкортостан и даже отдельно взятым каким-то сегментом, какой-то отраслью внутри системы под названием регион. Вы будете смеяться, но далее перешли к главному вопросу оперативки и опять заговорили о елках. Хабиров обратился опять к Беляеву. По Новому году договорились, что все основные площади уже будут готовы. Как дела? Спросил Хабиров, как будто бы он не слышал в начале оперативки и выступлений Беляева. Беляев опять затороторил свои цифры о том, что в 476 городах и населенных пунктах работы ведутся, пиксельные елки едут, работы усиливаются. В глазах Беляева появилась паника и он сообщил, что к 10 декабря, я надеюсь, работы будут выполнены. Вот это, я надеюсь, стало для него роковым. Хабиров взорвался. Борис Владимирович, цитирую я Хабирова, мне надежды ваши неинтересны. Я сказал, к 10 декабря елки должны быть и должны быть включены. Почему нам их поздно поставляют? Надо было теребить поставщиков. 10 декабря, елка горит. Основные и центральные площади должны быть готовы. Так? С нажимом задал вопрос Хабиров. Беляев прилепетал так точно. Хабиров шумел дальше. Я завтра вечером жду доклад, что все у вас готово. Работайте над этим. Людей нагоняйте туда. Три недели я дал вам на это поручение. В общем, конечно, вот эта история с елками становится уже совсем неприличной. Судя по всему, она опять становится камнем преткновения. То есть, вот Хабиров сказал, а они не сделали. Он не понимает, что они не смогли. Он предполагает, что кто-то там, значит, монкирует своими обязанностями, а возможно, еще и пытается ему там какую-то подлянку подложить. Да нет, Радий Фаридович, вы так не сердитесь на Беляева. Он просто не смог. Он на самом деле не мог и не смог и не сможет потом. Ну вот, подобные эмоции, конечно, излишни. И, к сожалению, уже начинается такое, честно говоря, в народе смех по поводу вот этих елок, по поводу вот этой вот неистовой настойчивости в том деле, чтобы украсить города так, чтобы все ахнули и заплакал казанский мэр. Казанский мэр уже не заплачет, потому что Казань, очевидно, опять обойдет Уфу и Башкирию по части вот этого вот празднования и так далее. Но, тем не менее, Хабиров не преклонен. И, завершая оперативку, не могли не поговорить об алкоголе. Хабиров обратился к Рустаму Рифатчиш Мухаммедову, задал вопрос, как у нас с законом по запрету торговли алкоголем? Речь идет о там вот этом вот сакральном 3 января, когда перестанут продавать алкоголь совсем и ограничение продажи алкоголя на несколько дней новогодних каникул. Внезапно, без объявлений войны, за Ишмухаметова почему-то ответил Сидякин. С места сообщил, что закон еще не принят, но он будет принят на последнем пленарном заседании в госсобрании. Похоже, что Сидякин уже не стесняясь замещает собой парламент Республики Башкортостан, отчитывается о его работе, создает планы и прогнозирует то, какие законы будут приниматься нашим крул-тайм. Это, конечно, выглядит довольно неприлично, но, тем не менее, так оно и есть. Хабиров порассуждал немного о том, какие трудности ждут башкирские власти в новогодние каникулы. И, в частности, он сообщил, что... В новогодние дни совершенно точно поднимет голову эта вся нечисть, да? По-другому не назову людей, которые травят своих соплеменников и своих соседей по деревням. И вот эта вся нечисть свою башку поднимать начнет. Нехорошо как-то прозвучало. Вот это вот травят соплеменников. То ли у нас уже действительно где-то в глубинке в Башкирии обнаружены какие-то племена или таковыми племенами считает население республики Башкортостан сам Хабиров? Я не знаю. Честно признаться, прозвучало это, конечно, достаточно унизительно. Не знаю, согласны ли жители Башкирии с подобным поименованием, но мне, например, это ухоризануло. Редактор субтитров А.Семкин